Добрый день, уважаемые садоводы, виноградари, любители, а также подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас 25 июля 2021 года. Мы находимся в Запорожской области Бердянского района село Осипенко, Украина. Сегодня я хочу представить вам обзор груши раннолетнего срока созревания под названием Красивая. Крона у нее, как вы видите, в виде пирамиды. Побегов у нее не очень много, поэтому густота у нее не выше средней. Ну, сейчас она под урожаем, немного раскинулась, а так, когда она без урожая, у нее такая пирамидальная крона, да. Плоды у нее классической формы, немного удлиненные, с ровными краями. Основной цвет желтоватый, с красным бочком. Ну, сейчас она зеленоватая, но если ее положить на дозаривание, то она желтеет и бочки становится красноватой. Ее надо срывать сейчас и вложить на дозаривание, потому что нет смысла ее держать на дереве, она со временем превращается в картошку. А если вы ее сорвете, ну, сейчас, вот приблизительно в конце июля, и положить там на 5-7 дней в подвале на дозаривание, она доходит и, ну, хранится она недолго, ну, где-то в течение двух недель ее надо будет скушать. Да, на вкус эта груша сладкая, с такой легкой, приятной кислинкой. Выведен этот сорт был в Уманском сельскохозяйственном институте. При схрящивании сорта Ильина и с любимицей Клапа схрастили. Получился такой прекрасный сорт, красивая. Что хочется сказать еще за этот сорт. Транспортабельность у этого сорта очень хорошая. То есть на длинные дистанции его перевозить можно легко. В плодоношение вступает этот сорт на 4-5 год после посадки. Сейчас я произведу сбор плодов, положу в подвал и где-то через недельку, думаю, они будут готовы. Их можно будет употреблять в пищу. Очень вкусная, хорошая, сладкая груша. Так что, если захочете посадить себе такую грушу, не пожалеете. Мы кушаем его с удовольствием. Спасибо вам за просмотр. До свидания. До скорых встреч. Продолжение следует...